Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире передача «Встретились, поговорили» Ее сегодня проведу я, Артем Липин Помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у нас в гостях Режиссер, актриса Театра «Три апельсина» Татьяна Панайоти Здравствуйте Да, здравствуйте И создатель, я так понимаю, клуба «Синий филин» Здравствуйте Здравствуйте Извините, я немножко потерял вашу фамилию Денис Сергеевич Здравствуйте У нас тут небольшие технические сложности возникли Да, и вы приезжаете, Татьяна, к нам в Игу Со своим театром в четвертый раз Чтобы показать нам новый спектакль Детям, расскажите, пожалуйста, поподробнее Что за спектакль, что там произойдет Мы приезжаем с новогодними спектаклями Приуроченными к Рождеству, к Новому году И в этом году мы привезли Такой легкий, очень веселый спектакль Про маленькую Ну, в России это маленькая баба-яга Иногда переводят как маленькая ведьма Это по немецкой сказке Пройслера Это там, где она хочет стать взрослой ведьмой, сдать экзамены Для этого ей год нужно Но там главное, да, перепутка в том, что она хочет быть хорошей ведьмой Хорошая ведьма должна делать плохие поступки А она решает, что наоборот, хорошее В общем, там такой сюжет О том, что хорошо, что плохо Ну, то есть спектакль, собственно, об этом Чтобы дети узнали Да, причем так интересно Со временем Вот там такие простые вещи Мы все время зрителей спрашиваем Допустим, украсть метлу это хорошо или там плохо Ну, или какие-то поступки, которые она делает Она у зрителей спрашивает Потому что она сама не знает И нужно сказать, что со временем изменилось Сейчас детям сложнее, по крайней мере, у нас сказать, что хорошо и что плохо однозначно На самом деле интересно Это потому, что поменялось забро или зло? Или потому, что дети просто быстрее взрослеют И у них вот эта серая мораль быстрее появляется? Ну, может быть, раньше, да, было более, да, в обществе понятно, да Что хорошо и что плохо А сейчас у нас, ну, все более размыто Ну, просто ведь любой поступок же можно и объяснить И с точки зрения добра, с точки зрения зла Практически Да, несомненно Например, у нас такая вот эта сцена, когда в магазине спят продавец А метла стоит И вот ты ее возьмешь, не заплатив Это хорошо или плохо? И вот детям, они на самом деле, они однозначно не отвечают А вот если у вас такая игра со зрителями Да, мы потом шутим Ну, тогда с вами поговорят потом родители Хорошо И сколько тогда, сколько представлений вы делаете в Риге? Восемь Восемь То есть у всех будет возможность посетить У всех, кто успел купить билеты Потому что у нас редкий случай, когда все билеты закончились Практически к 5 декабря И единственный шанс попасть на спектакль Остались билеты только на дневной спектакль в пятницу В пятницу в три часа дня Это будет наш первый спектакль И мы решили это предвкушение Рождества отметить его красиво И поэтому это только на этом спектакле мы всех взрослых угощаем просека Да, актерам пообещали после спектакля 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефон на Перемова и Вира Звоните, задавайте свои вопросы Также можете писать в подсап 2-3-0-61-91 Я смотрю в пресс-релизе, что у вас есть две версии спектакля Для детей младшего возраста От 4 до 7 и чуть постарше От 7 до 11 В чем отличие? Этот спектакль принципиально не будет отличаться Но просто детки помладше Мы сцены, когда там ведьмы появляются Когда громкие звуки, когда такие вот То, что может напугать ребенка, мы делаем мягче А дети, которые постарше, там можно наоборот немножко добавить адреналина И мы добавляем Но ничего такого сильно страшного в этом спектакле не будет Мы сделали, кстати, специальную версию для Риги У нас будут декорации в виде вот этих домиков трех братьев Мы сделали такие То есть есть сама история, да А у нас еще будет такая игра перед и после Как две девочки, которые дочки трубочистые Они остались под Рождество дома одни Потому что папа отправился чистить Вот эту трубу на городской ратуши на главной И вот они читают эту книжку про маленькую ведьму И разыгрывают все эти роли Вот так что такая рижская у нас присутствует Такая волна Атмосфера Волна, да Рижская атмосфера Ну, я уверен Дети, кстати, они Сколько я бывал на детских специальных Когда был ребенком Уже как-то там постарше Дети всегда очень вовлечены Вот в это И они любят советовать героев Не ходи туда, уйди И так далее Вот на вашей спектакле тоже происходит? Как вы с этим работаете? Ну, у нас вообще театр Изначально мы ориентировались на интерактив Когда мы зрители У нас нет четвертой стены Мы всегда включаем зрителя в действие И будут даже моменты Когда дети выходят на сцену И танцуют с персонажами Кто-то, кому повезет Больше всех полетит На метле над городом Маленьких из маленьких домов Вместе с ведьмой То есть у нас зрители Все время будут присутствовать в действии Ну, то есть у вас прям вот интерактив И как... Не бывает ли сложно потом После этого интерактива Обратно детей в зал усадить Чтобы они продолжили смотреть? Это опыт Опыт у нас уже такой большой Тем более я сейчас занимаюсь Ну, не знаю Ну, давайте расскажу Буто Такая японская техника Да, танцы Движения Создания атмосферы Мне очень помогает В этом спектакле Потому что вот я играю Злую ведьму И я еще даже не выхожу У меня уже все дети притихли То есть это просто делается Такими, да, вещами Ну, это... Я просто... У меня вторая работа учителя Мне бы очень пригодились Да, да Это очень хорошо Я просто вышла И все Тишина Но я тренируюсь Для этого Это требует усилий Ну, я так понимаю, что вы приезжаете в Ригу Именно вот с театром Три апельсина Вы приезжаете уже в четвертый раз До этого привозили разные спектакли Там был и Нильс И каждый раз новый То есть Нет ли такого, что приходят, я не знаю, дети Которые уже не первый раз с вами Да, конечно И говорят, а когда можно еще раз посмотреть Вот спектакль Да, но Денис, наверное, больше расскажет Потому что он организует наши гастроли Но нам самим очень приятно Когда мы видим людей уже четвертый раз И нас уже как к родным к нам обнимают С цветами пришли Я помню, в прошлый раз Это было очень трогательно Ну, расскажите поподробнее, Денис Денис, расскажи Клуб Синфилин Это история про такой красивый Интересный семейный отдых Когда интересно и детям И взрослым И это история о том Что взрослым никогда Не должно быть скучно На детских мероприятиях Мы устраиваем новогодние спектакли Просто спектакли Детские научные лекции И всегда это происходит В очень камерном, красивом пространстве И в этом году впервые Мы замахнулись на рождественские спектакли В доме Бенеминов Это такой уникальный дом С многовековой историей И самое главное, что в этом доме 40 лет не происходило Никаких детских Рождественских мероприятий Вот как только закончился Советский период И рухнул Союз писателей Латвии Он уехал из этого дома Срочно выехал Вот с тех пор там ничего для детей Не происходило Это грустно Потому что очень красивый особняк Это вообще редкий случай для Риги Правда, когда дом В конце 19 века Вы в него можете зайти в любую секунду И там вот атмосфера того времени Камерная, уютная, очень красивая И мы рады, что мы там И Таня тоже рада Да, я просто туда зашла У меня как будто Какое-то прошлое перерождение Я как села на этот диван И чувствую Вот всегда здесь сидела я Насколько сложно Вообще вот приезжать В другое место Ну театры, они обычно Достаточно стандартизированы То есть вот у нас сцена Вот у нас зритель И даже если приезжать В другой театр Всем примерно понятно Что где есть Но вот в таких особняках Выступать В таких немножко не классических площадках Насколько это сложнее или проще Ну наш театр много путешествует Мы работали в Бразилии В свое время в Испании И мы уже привыкли Быстро перестраиваться Да Потом в России В Екатеринбурге У нас тоже Такой дом Агафуровых Это старинный деревянный особняк В котором долго была Коммунальная квартира И вот где у нас театр Там нет реставрированной части Специально, чтобы показать И у нас такие там Лепнины, старые полуотвалившиеся стены И мне очень нравится Пространство с атмосферой Когда там дети или взрослые Они заходят И уже само помещение Создает и дает какую-то информацию Вот сейчас нас позвали В более комфортабельные условия В новый зал И у меня вот так сердце щемит Потому что, конечно, мне жаль Расставаться со своими призраками Ну, найдутся новые, может быть Да Кстати, говоря вот о призраках Потому что, да, это маленькая колдунья Маленькая ведьма Как только не переводили Это достаточно известная сказка Есть и советский мультик По ней замечательный И, ну, вообще известная сказка И там есть еще две истории Чуть менее известные Но тоже Маленькое привидение Тоже, мне кажется, был мультик Про это Маленький водяной не знаю Но я точно помню, что в детстве Я читал эти все три книги Вы планируете на оставшиеся две Замахнуться Или это будет уже самым повтором Я думаю, что нет Потому что это сказка Я обращаюсь к материалу Который меня чем-то Саму завораживал в детстве И я вот сейчас готовилась К интервью Там еще посмотрела Лишний раз Википедию Вот И я нашла вот этот диафильм Который у меня был в детстве Я его вчера прокрутила И вот столько у тебя Каких-то ощущений С каждой картинкой Я на самом деле Наверное, даже его порекомендую Есть очень классный Такой старый мультик Психоделический Где этот маленький байбайка С таким вот севшим голосом Да, да, да А есть именно диафильм И вот для меня Это каждая картинка Этого диафильма Она связана с каким-то моим Вот детским ощущением Открытием Какой-то мыслью Мне было просто Наверное, мне хотелось погрузиться В эту атмосферу С своего детства Поэтому я выбрала эту историю Потому что родители мне показывали Вот этот диафильм И я вот помню эти ощущения Что она меня завораживала Ну я просто тоже Готовюсь к интервью Посмотрел интервью Которое вы до нас давали Когда приезжали С путешествием Нильса С дикими гусями И вы тоже тогда говорили о том Что вот это из детства Моего Вот эта сказка Которую мне читали Я понял, что у вас Все вот такие Початые детские спектакли Вы берете из своего детства Или не всегда Не всегда Наверное Но да Наверное в большей мере То, что меня как бы трогало Мне сейчас хочется воплотить 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Ватсап 2-3-0-61-91 У нас в гостях Режиссер и актриса Театра «Три апельсина» Татьяна Пенеиоти И организатор клуба «Синий филин» Денис Сергеев Если хотите задать Какие-то вопросы Относительно всех мероприятий Денис, я так понимаю Что вы кроме Вот этого Рождественского спектакля Понятно Там Татьяна приезжает Раз в год Два раза в год Но что-то же еще происходит Происходят научные лекции Для детей На русском языке Когда в Ригу приезжают ученые Которые умеют о науке Увлекательно рассказывать детям Это опять история Про такой семейный контент Интересный К нам довольно много приходит Детей вместе с родителями И это история о том Что всякая наука Это не только скучный Школьный учебник Но и масса интересных фактов Которые всегда любопытно исследовать И еще важно Что «Синий филин» Это всегда история Про такой семейный отдых Когда взрослым не скучно То есть если приходят родители с детьми То они тоже что-то узнают новое о науке Да, конечно А у вас именно лекции Или больше такого И тоже интерактива Это интерактивные лекции То есть это рассказ С интерактивными элементами Всегда Помни про себя опять-таки В детстве Конечно хотелось бы что-то потрогать Повзрывать Все трогают Не взрывают Поскольку лекции у нас проходят В помещении галереи Я боюсь там что-нибудь взрывать Но трогать можно Да, конечно Да, еще хотел такой задать вопрос Вы, ну, в основном Детские спектакли Понятное дело Но до последних годов Когда вы этим интересуетесь Как-то поменялось Отношение детей к спектаклю Чувствуете ли вы Что их стало сложнее Удержать их внимание Или наоборот Они рады оторваться от экранов И что-то живое посмотреть Ну, глобально Я, наверное, не чувствую Потому что Моя задача все равно Всегда держать внимание Особенно на детских спектаклях И То есть я его держу так Что там ты забываешь Про гаджет Если Я не могу конкурировать С телефоном Значит я себя профессионально Не чувствую Да, реализованной Вот Поэтому Наверное, мне сложно Я уж не застала Такую разницу Когда их не было Да, и когда они есть Мы начинаем работать с детками Все-таки от трех лет Там с трех до пяти Все-таки пока Не дают телефоны Все время Ну, наверное, сократился возраст Знаете, когда вот в театр ходят Наверное, край наш Это 12 Ну, максимум 13 Если человек чем-то заворожен Именно в театре Бывает такое Да, дети, которые Ну, вот Не знаю Которые потом ходят в студии театральные И мечтают с актерами Либо, не знаю Они вот так увлечены Тем, либо они потом будут Театральными художниками Или вот Ну, что-то такое Вот Потому что, мне кажется Средний ребенок Да, уже 11-12 лет У них уже как бы Интерес уходит в какую-то другую Да, плоскость И потом они возвращаются в театр Наверное, там уже ближе к 20 Ну, есть такое Ну, в подростковом возрасте Это вообще Ты уходишь и от театра И от книг на самом деле И потом уже возвращаешься Там уже После подросткового возраста Да, чуть раньше он сейчас происходит Этот ход, как мне кажется Потому что еще Я, наверное, лет 13-14 Хотела, да Ходить в театр И даже на детские спектакли Вот Но это жизнь На этой философской ноте Мы, пожалуй, прервемся На короткую рекламу После чего вернемся И продолжим наш разговор Не переключайтесь Мы продолжаем Программу «Встретились? Поговорили» У нас в студии Режиссер и актриса Театра «Три апельсины» Татьяна Панаиоти И продюсер-создатель Дома «Синий филин» Денис Сергеев И вот мы как раз В перерыве Вот только что Говорили как раз Об этом доме В котором будет проходить спектакль И мы уже До этого перерыва Говорили о том Какой он красивый И величественный Но вы говорите Вот сейчас Денису Говорили в перерыве Что это такое место Не самое почему-то посещаемое Я приехал жить в Ригу Пять лет тому назад Я был Вот пять лет назад Я оказался в этом доме впервые Я был потрясен тому Как там все сохранилось внутри И потом вдруг В этом доме Находится сейчас Отель И я столкнулся с тем Что рижане Почему-то туда Не любят приходить Ну не все Любят туда приходить Просто так Без повода При этом там Изумительной красоты Интерьер Там приятно Остановиться Просто на там час И зависнуть С чашкой кофе И в этом смысле Мы хотели Устраивая там спектакли Мы хотели Как бы распахнуть двери И еще раз Напомнить всем Что это Уникальный особняк Один из Это уникальная история Когда дом Конца девятнадцатого века С практически С почти Не изменившимся Интерьером На первом Этаже Мы знаем Что там Скажем Все красивые дома Юген стиль Где-нибудь В посольском районе Как правило В большинстве случаев Остался только фасад А все что внутри Как бы все Вычищены И смыты Обычным Скучным Стандартным Евроремонтом То есть тот отель Который там Он решил не менять Эту атмосферу Такая уникальная история Когда вот Все сохранилось Там те же Антикварные камины Лепнина И туда нужно приходить Это здорово Что у вас есть дом В центре Риги Который такой же Каким он был В конце Девятнадцатого Века Мы будем играть Спектакли В парадном зале Сейчас В этом зале Ресторан То есть мы Выгоняем Ресторан Оттуда Но до сорокового Года В этом зале Происходили балы Это было место Самых значимых И статусных Светских мероприятий В Риге Да И это такой дом С историей И как бы Хотелось Распахнуть двери И сказать всем Приходите В этот дом Он есть Он открыт Для вас Но я так полагаю Что Ну этот спектакль Будет первым В доме Да Этот спектакль Будет Это будут Первые Рождественские Спектакли Для детей В этом доме За последние Сорок лет Продолжать Там выступать Да Потому что Вот сейчас Мы ведем переговоры В этом доме Есть два зала Это зал Бывший Бальный зал С уникальной Лепниной Да С каким-то Безумной красоты Потолком Еще есть Отдельно Каминный зал В котором Раньше был Кабинет Председателя Союза писателей Латвии В этом зале С камином Сделанным В 1929 Году Такой прям Резной Деревянный Там сейчас Проводятся Взрослые лекции Кинолекции В клубе Синифильм То есть Я так Влюбился В этот дом Что я в него Перенес Просто все Наши Семейные Мероприятия А кинолекции Это Кинолекции Мы раз в месяц Собираемся В этом Красивом Каминном зале И Три часа Слушаем истории Про важных Культовых Персонажей Из истории Кино 20 века Это могут быть Европейские герои Американские Или российские Вот у нас Три дня Назад была Такая лекция Про Инну Чурикову Это такой Очень Очень ценный Как мне кажется Формат Воскресный Когда люди Приходят С одной Стороны Чтобы Что-то Узнать С другой Стороны Вспомнить Про фильмы Важные фильмы Которые они Пропустили По разным Причинам А с третьей Стороны Это их Последний Выходной День Перед Понедельником Поэтому мы Открываем Вино Наливаем Всем кофе Ставим Всякие На стол Вкусные Штучки Садимся У камина Выключаем Свет Зажигаем Свечи Это такая Расслабленная Расслабленная Такая Лекция В очень Комфортных В очень Комфортном Интерьере Мне кажется Что это Важная История Потому что Сейчас Очень Сильно Сейчас Меняется Формат Восприятия Информации Вообще Я прям Уверен В том Что такой Классический Формат Лекции Когда все Должны Сидеть На неудобных Жестких Стульях Телефон Трогать Нельзя Слушать Только Лектора Кофе Нет Вина Нет Мне кажется Что этот Такой Академический Формат Восприятия Информации Он уходит В прошлое Потому что Вообще Все те Кто к нам Приходит На все Наши Мероприятия Детские Взрослые Не важно Для меня Очень важен Комфорт Мне прям Важно Чтобы Каждый Ребенок Каждая Мама Каждый Папа Который К нам Приходит Им должно Быть комфортно Удобно Красиво Вот Как раз По поводу Восприятия Информации Я хотел Вас спросить Татьяна По поводу Вы сами Сказали Что Вы Много Где Выступали Ну и понятно В России Вот у нас В Латвии В Бразилии Испания Вы какую-то Разницу Чувствуете В аудиториях Или дети Везде Дети И нет Никакой Дети Везде Дети В смысле Того Что они Нас Понимают Не Ну в том Плане Чувствуете ли Разницу В поведении В менталитете А какая Более Как сказать Более дети Чем российские Например Да То есть Тут вот этот Возрастной порог Когда ребенок Уже не верит Тебе Как вот Актер Да Такой же Говорит Ну давай Проверяет тебя На прочность Он выше То есть Тут дети 11-12 лет Они очень открыты Вот И тоже Нет ощущения Того Что они скованы Как знаете У нас бывает Хотя наш театр Очень Мы Как бы Свобода Одна из наших Ценностей Которые мы Пропагандируем И мы разрешаем Детям вставать С места Или там Даже иногда Выходить на сцену Если они не мешают Действию вообще Вот Но у нас в России Всегда это ты услышишь Ты сиди Куда ты встал Садись Или кто-то другой Или какие-то другие родители Скажут А ты почему встал Ты мешаешь там Моему ребенку смотреть Вот То в Латвии Я такого не заметила То есть Дети Они более раскрепощенные У них нет Вот этого внутреннего Такого страха Что сейчас тебя одернут Вот Но я это уже говорила Родители в Латвии Они наоборот Они такие более То есть Они эмоционально Разогреваются чуть позже Чем например Там российская публика Ну или тем более Такая Латиноамериканская Или южная То есть Обычно в конце тоже Все уже смеются И там могут Видите с нами потанцевать И выходят на сцену Мы родители тоже Привлекаем по желанию Но они дольше Дольше держат Вот такую дистанцию Но при этом Детям позволяют Да Дети более расслабленные В Латвии Интересно Ну я так замечаю Вот В России Самая сложная публика В России люди Все-таки Сделаю комплимент Нам Что Это традиция Все-таки люди ходят В театре Они насмотрены И они от тебя ждут Что-то Чего они еще не видели Вот в Европе Мне нравится публика Чем? Что люди заплатили Свои деньги за спектакль И они готовы Сами вкладываться В то Чтобы получить От него удовольствие То есть Они будут мне Как актеру Помогать Они будут Своего ребенка Направлять Они будут Со мной взаимодействовать Потому что Да Они как бы хотят Это время использовать Для себя максимально Эффективно А в России Все-таки Зритель приходит И он хочет Да Получить Чтобы я сделала Что-то Чего он еще не видел Поэтому сложнее Да В Латинской Америке Тебя любят Просто за то Что ты вышел В принципе Достаточно Вот Это разные вещи Со спросом То есть Действительно Как вы сказали Особенно еще Учитывать язык То есть Я не знаю Мы говорим На португальском На английском На испанском То есть Мы иногда играем И для местных жителей На их языке Но в Латвии Вы на русском играете В Латвии да Потому что запросы От русскоговорящих Я просто сейчас говоря Не знаю Но я подозреваю Что в Риге Меньше русскоязычных Детских театров Чем в Екатеринбурге Наверное Да Конечно А в России Вы выступали Кроме Екатеринбурга Наверное В Москве В Питере Нет Вы знаете Мы путешествуем Практически По всему миру До Москвы До Питера А нет В Петербурге Мы выступали Два раза А в Москве Еще нет Но это зависит Именно потому что От организатора Гастроли От приглашения Мы с удовольствием Приедем Я могу Свою версию Рассказать Как я познакомилась С Денисом А потом Денис свою И мы сравним Да У нас был проект Не связанный С театром Три апельсина Я была просто Как режиссер Педагог Мы делали площадной Спектакль На Домской площади Я приехала Из Праги С куклой Такой деревянной С куклами Я приехала Помню В пятницу Вечером Вот И я Встречаю Дениса Мы первый раз Встретились Я ему говорю Так У меня значит Вот такой картон Мне значит Нужна шуба Мне нужно вот это Вот это Чтобы в понедельник Мы там выезжали за город Начинали репетиции И тут мне Денис говорит Таня Это Европа Сейчас пятница Вечером Магазины не работают Они откроются В понедельник И вообще Ты говори Таня Говори потише Говори помедленнее А лучше вообще не говори Я конечно Тогда очень Так И знаете Что я сделала Я написала На каучсерфе Сказала Что мне нужны Вот такие-то вещи Магазины не работают Мы нашли Вот эту шубу Мы нашли В каком-то Бесплатном магазине Выходной Тоже И в понедельник Я уже была Со всеми Мне необходимыми Вещами Несмотря на то Что все Магазины закрыты Вот Такое у нас Произошло Наше знакомство Не знаю Версия Дениса Она может быть Отличается Так все и было А он подтверждает Ну и После этого Денис Вы решили пригласить Дотянув Я как раз Я все Да Вместе Вместе с Таней Мы устраивали Самые-самые Первые Рождественские елки Это был Спектакль Про Нильса Да Красивый Просто мне Мне кажется Что Вот этот Запрос На такие Камерные Уютные Представления Не зал Там на 500 человек Да А вот Чтобы это было Все уютно Душевно Красиво Мы До этого Мы устраивали Все На домской На домской Площади В старинном доме Тоже Очень хочется Перед Рождеством Такой Магии чудес И магии Такого Ауры Старого дома Вот Ну Вспоминается Тоже Я даже Ушел от темы Денис Ну ладно Не ну Просто я вспоминаю Опять-таки Вот свое дело Хоть я и вот На спектакле не был Но даже по вашему Описанию Назад В детстве Я не знаю Насколько А можно без детей Приходить У меня просто нет Детей Я не знаю Как у Дениса Ценовая политика У нас в театре Есть отдельно Детские билеты Отдельно взрослые Детские чуть дороже Взрослые чуть дешевле Можно пить и мы вас пригласим Да Что касается Знакомства с Таней Таня Такой совершенно Уникальный человек Она умеет Вокруг себя Вот там Закручивать Закручивать Энергетические потоки Именно в том направлении В котором ей сейчас нужно Видимо Она это делает С успехом В Екатеринбурге И вы попали под эти Но в Риге Прямо все так И происходит Да То есть Таня умеет Договариваться Там где Ну Невозможно То есть вроде как Пригласили Татьяну Вы Но на самом деле Никто не знает 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните нам Пишите по ватсапу 2-3-0-61-91 Если у вас есть вопросы Про детские спектакли Про энергетические потоки И про Рождественскую семейную атмосферу Я тоже не могу не спросить Мы об этом даже немножко Перед эфиром поговорили Что три апельсина Это очевидный Омаж Сказки Карла Готца Вы ее тоже ставили Или это просто Мы даже привозили ее к вам в Ригу В апреле того года Да Год назад Да Просто Ну я могу рассказать У меня детский проект Он организовался Мы играли в таком Авангардном театре В Екатеринбурге То есть что здесь То что сейчас так модно Говорит иммерсивный театр Или вот когда там спектакли Без зрителя Вот точнее без актеров Да Это мы делали лет 10 тому назад У нас вот такая была группа Студентов И он назвал театр номер 3 И потом просто в какой-то момент Когда стал вопрос Вообще чем зарабатывать На жизнь Когда студенчество закончилось Я для себя решила Что я не хочу ничем другим заниматься Кроме театра И вот мне предложили Делать детские спектакли И вот так Эта цифра 3 Мне ее хотелось сохранить И я Готца очень люблю Я еще люблю очень Мирхольда Ну вообще как режиссера И как школу И то что у него был журнал Это три апельсина Которые в Петербурге сдавали У меня даже есть один его номер Ух ты Мне друг купил на барахолке Да Питерской И ну в общем Как-то я с этим сродни И плюс то что мы работаем В принципе вот в этой технике Даль-Арте Потому что мы постоянно На связи со зрителем А вы и этот Маленькую колдунь Школу чудес Тоже в Даль-Арте делаете? В какой-то мере да Потому что у меня Есть звезда моего театра Тамара Актриса Вот И мы уже с ней Настолько много работаем Что мы Я говорю Вот тут такой сюжет на ход Тут такой сюжет на ход Тут мы использовали текст Самого произведения Потому что очень красивый Литературный текст И перевод хороший Но в принципе Мы можем даже уже играть Ну да Придумывая на ходу И то есть ты когда Настолько чувствуешь человека Вот в этом смысле Да Этот прием есть И то что мы очень много Идем от зрителя То есть мы смотрим Что вот зрителю сейчас Как бы нравится Куда он готов с нами идти И мы можем поменять Да какие-то ходы В зависимости от аудитории Ну я больше про то Что Даль-Арте Это же еще и театр масок И такой больше физический театр Вот эти все И там и Эль Капитано И Эль Датор И так далее И так далее Мне это очень интересно Особенно когда ты работаешь На большом пространстве Да Если это площадь Открытое пространство Но конкретно этот спектакль Там прямо такой техники Не будет использована Потому что у нас будет Много театра теней У нас есть очень хороший художник Можно я скажу его имя Александр Токарев Он делает очень классный Теневой театр И я его попросила Сделать теневой театр В стиле флюгеров Европы Европейских флюгеров И вот эти все как бы Рисунки Они будут в таком жанре Тоже мне кажется Криге очень подходящим Мне кажется будет очень Очень красиво Да Он очень получился красивый спектакль Я иногда люблю такое Что-то такое Хотя Денис вначале уже сказал Что билетов нет Надо уже планировать На следующий год А вы насколько Ну то есть Вы примерно понимаете В каком направлении Вы пойдете К следующему спектаклю Или вот вы сейчас Да я могу проанонсировать Наверное То есть вряд ли Оно поменяется Если поменяется Мы еще раз к вам Придем и расскажем Сейчас я делаю спектакль Который будет премьера В Екатеринбурге Потому что Например В Екатеринбурге Мы не можем показать Маленькую ведьму Ну или там Школу волшебства Под Новый год Потому что в России Совсем другая культура Там ведьму Под Новый год Не надо показывать Да Здесь мне Денис разрешил И я очень рада И вообще рада Всей Латвии За то что он мне сказал Что про ведьму Это вполне Это да Это очень рождественская история И я очень рада Что мы ее привезли Вот В России я делаю В стиле феллини И привезу сюда Скорее всего Весной Да Это золушка Золушка Но в цирковой теме То есть это Будет такой бродячий цирк Где значит Девочка уборщица Она мечтает быть клоуном Но ее значит Заставляют убирать за слонами Мне будут огромные ботинки Ей подарит Фея Которая Это Ходит по канату Гимнастка Воздушная гимнастка Она будет фея Она ей подарит Такие огромные ботинки И там значит Мачеху я играю У нее две дочери Которые Она фокусница А ее дочки Они меняются В таком Ну когда женщину Там распиливают Или одна исчезает Другая появляется Ассистентки фокусника Принц у нас Дрессировщик мышей И все вот в такой Стилистике А-ля Феллини Такой маленький цирк С марионетками С куклами Тоже должно быть Очень красиво А вас прям тянет На злодейские роли Мачеха тут Здесь злая ведьма Вам приятно Их играть Интереснее Но если говорить Об актерском Вот у нас дуэт такой Ну у нас еще музыкант Обычно работает живой Вот Но у нас такое Взаимодополнение С моей актрисой Ведущей Она очень открытый Теплый человек То есть такой Вариант Когда ты Работаешь вовне Да То есть ты очень много Выдаешь своей энергии Публике И публика конечно Тебе за это благодарна Она тебя любит И вот такое Как бы на открытый На открытом сердце Грубо говоря Вот У меня немного Другая энергетика Я работаю над том Чтобы завораживать Да То есть вот Что когда я забираю Наоборот Внимание зрителя К себе И он на меня смотрит И я уже этим вниманием Руковожу Это просто такие Две разные Ну природы И я их использую Но надо отдать должное Что вот за годы работы Мы уже научились Работать техниками Друг друга тоже То есть мне когда нужно Я выйду И буду зажигать А ей когда нужно Ну и сложнее кстати Вот это вот Создать такое Более прохладное состояние Но вот Закрыть От публики Ну да Получается Ты внутренне Более закрыт Но ты как бы Создаешь какое-то волшебство Которое притягивает К тебе То есть получается Когда вы вместе На сцене Вы не только Как персонажи Боретесь Но еще и как актер За внимание зрителей Ну да Это вот такое интересно То есть две такие техники Которые дают Такой вот Симбиоз хороший Ну а остальная труппа Насколько она у вас Постоянная Потому что вот вы говорите Про ведущую актрису Но ведь много Нужно Ну он называется Три апельсина То есть минимальный Наш состав Это три человека То есть нас Двое актеров И музыкант Либо когда у меня Есть мужские роли Да То есть тогда я Не играю сама А на сцене Двое актеров И я как свет звук И тоже музыкант Но мы делали проект Вот в прошлом году Гауфа Сказку Холодное сердце Но сюда мы ее не привезем Потому что у нас там Больше людей Там у нас получается Пять или шесть человек И живая скрипка А здесь два? Здесь мы втроем будем У нас еще местный Местный музыкант Местный гений Да Местный гений Он очень классный музыкант Потому что это будет спектакль С живым музыкальным сопровождением С аккордеоном О, с аккордеоном Это неожиданный выбор Немножко Синтетический театр В котором есть все Театр теней Куклы Потому что я видел куклы Я заходил на вашу страницу Вконтакте Вашего театра Я там видел куклы Я просто как раз хотел У меня было вопросов Мы работаем в смешанной технике Потому что я не профессиональная кукольница И мой театр рождался Очень специфическим образом То есть мы начинали Как драматический Потом мы поняли Что мы хотим больше персонажей Но меньше актеров И поэтому куклы будут хорошо работать Потом я влюбилась в куклы Потом я вижу тени И я такая очень жадная Я вот везде путешествую Я вот что-то вижу Я вот хочу и это И чтобы это у меня было И вот это И получился такой микс Который, ну как люди говорят Зрители Создает именно мой стиль Хотя мне кажется В Европе много театров Работает в таком стиле Когда оно все вместе То есть вместе И большие могут быть Ростовые куклы Театр теней Тут же марионетки Тут же актеры И это вот все постоянно сменяется И он такой как бы Изобильный театр У меня Есть ли еще какие-то техники Которые вас привлекают Там, не знаю, песочная анимация Или, не знаю Там, пафосный Древнегреческий театр Да, древнегреческий театр Меня привлекает Потому что у меня есть корни Фамилия моя оттуда Вот Просто это зависит От какой-то идеи То есть у меня возникает образ Какая-то идея Какая-то тема для исследования И дальше туда уже На самом деле Оно как-то само Попадают люди Попадают какие-то техники Попадают какие-то вот вещи То есть как мозг перестраивается И ты уже смотришь на все С этой точки зрения Если в этот момент Мне попадет песочная анимация Значит я сделаю так Что будет песочная анимация В прошлом вот спектакле Такое У нас был Там про стеклодувов В сказке Гауфа И мы попросили У нас прямо мастер Вот мыльных пузырей Он нам дал оборудование Научил И мы вместо стекла Мы выдавали вот эти мыльные пузыри В спектакле Тоже было очень красиво То есть вы не просили специалистов Со стороны Вы сами решили научиться Да, да Мы просто всегда Чему-то учимся Ну потому что Как сказать Для чего вообще люди Занимаются театром Да, тем более профессионально Чтобы прожить Несколько жизней И это тоже Да, но и то что Но главное Наверное ради удовольствия А ну Ну то есть Ты Если испытываешь удовольствие Грубо говоря Ты профессионал Если ты перестаешь Это удовольствие испытывать Значит это непрофессионально И нужно обязательно Всегда следить Внутри себя В какой момент Кризисы и бывают Вот у меня сейчас Кризис тоже бывает Да, когда ты Перестаешь Чувствовать Вот этот как бы Ну тремор Да, драйв Вот волнение Вдруг И когда вот это удовольствие Вдруг начинает уходить Тут обязательно нужно Либо отдохнуть Либо перестроиться Либо найти что-то новое Найти вот это вдохновение Потому что все время Нужно это любить Если актер это не любит То не нужно Ну да А вам Что больше тремор доставляет Режиссура Или актерская часть Мне больше нравится Режиссировать Да А саму себя Насколько сложно режиссировать Особенно в театре Очень сложно Я вообще не представляю Я вот на камеру Сейчас записала Смотрю на камеру Сложно Да Ну я могу просто Со стороны помогает Ваша вот коллега По театру Или Да, конечно Люди смотрят Я часто репетирую так Что я приглашаю актера Который не будет участвовать Да, буду участвовать Я, но он репетирует И я на него смотрю Я выстраиваю Все мизансцены Потому что кукольный театр Во многом Это не визуальный театр Я должна видеть Где в какой точке Человек находится И конечно Если бы у меня была Такая возможность Финансовая и прочее Я бы посвятила Свою жизнь Именно режиссуре Или я работаю Как актриса Во взрослых спектаклях Тоже как там Танцовщица Когда другой режиссер Это для меня отдых Я обожаю Это вот для меня отдых Работа актрисой Это отдых Ну да Гришковец Говорил Как легко быть актером Просто приходит Да, это просто Ты выдыхаешь И все Эта песня Наш эфир К сожалению Подходит к концу Может быть Вот в самом конце Денис Татьяна Скажите Какие-нибудь Слова Которые Вот у вас есть Еще один день Когда можно прийти Когда еще есть билеты По-моему Кстати Это же будет Пятница 13 Это будет пятница 13 Полнолуние И там близко Где-то полнолуние Я не помню где Идеально Да И раз уж я умею Закручивать потоки Как говорит Денис Давайте Пятница 13 В 3 часа дня В 3 или в 13 Потому что Нет У нас пятница 13 Спектакль в 3 часа На котором все взрослые Пьют просека Потом спектакль Вечером И еще одна Важная Мысль Спектакль Называется Школа чудес Рождество уже Меньше чем Через 20 дней Это очень важная Это очень важная Способность Предвкушать чудо Когда ты Вот умение Ожидать Терпеливо Это важный Такой элемент Который К сожалению Исчезает На глазах Поэтому Мы Надеемся На то Что вот этим Рождественским Предвкушением Мы заразим Всех Да И постараемся Исполнить Ваши желания Спасибо На этой прекрасной Ноте мы заканчиваем У нас в студии были Режиссер-актриса Театра Три апельсина Татьяна Панайоти Создатель Дома Синий И клуба Синий Филин Денис Сергеев Артем Липин Звукорежиссер Родион Золотарев Не переключайтесь Сразу после Рекламы и новостей В эфире Аудиоболтком Зима близко